всем привет вы на канале печуркина дача мы очень рады что вы продолжаете смотреть наши ролики на ю тубе несмотря на все блокировки и замедление и также хотел отметить что наши ролики мы теперь дублируем и на других известных площадках поэтому если удобно смотреть ролики там то ссылка на эти площадки будет в описании к ролику и также в первом закрепленном комментарии с момента прошлого видеоролика прошло две недели и несмотря на то что вроде как прошло две недели на прошлых выходных на даче мы были были записывали ролик но к сожалению наше оборудование нас в очередной раз подвело и весь ролик который мы записывали к сожалению был утрачен отснято было довольно таки много интересного материала попробую вкратце рассказать что мы делали на прошлых выходных но сперва сейчас пойду затоплю баню у нас уже девятый час вечера световой день с каждым днем становится все меньше и меньше солнце уже ушло за лес ну и понятное дело скоро осень середина августа сейчас и тем не менее жара у нас особо не отступает вот например сегодня в городе было плюс 34 вот такое у нас светлое небо ни одного облачка хотя на выходные передают дожди грозы и местами даже град не знаю будет ли у нас или обойдет стороной потому что у нас так бывает что везде идет дождь а нашу деревню почему-то входит стороной а когда в других местах нет дождя у нас здесь поливает я периодически включаю камеру видеонаблюдения когда в будни нахожусь в городе и смотрю что здесь поливает а в городе светит солнце в общем такие капризы погоды конечно эта теплая погода способствует тому что очень сильно растет трава которую нужно косить на прошлых входных я не косил занимались а клубникой было очень много снято стаканов с рассадой и поставлены новые также было собрано несколько заказов поэтому траву не косил ну на самом деле еще одна из причин была в том что я забыл купить бензин для триммера трава была очень мокрая после дождя газонокосилкой было косить нереально единственная возможность была покосить триммером бензин я забыл ну и дел на самом деле было других очень много в общем погода у нас за эти две недели менялась и в худшую и лучшую сторону были дожди ветра и у нас вот здесь ветку у ранетки сломала мы приехали на прошлых входных она была повалена оперативно собрались не всю ранетку вышло где-то приблизительно 12 литров обломали ее и положили сейчас она здесь сохнет позже я ее перепилю какие-то мелкие ветки мы измельчим в измельчители в нашем но большие здесь вот от ствола конечно же пойдут на дрова вот так же заметили что наш кедр стали объедать птички как вы помните мы много раз показывали что там очень много шишек в этом году появилась и было принято решение их поснимать позбивать в общем докуда дотянемся в общем докуда мы дотянулись на нашей лестнице и также с помощью длинной палки все шишки мы сбили по количеству не помню сколько получилось где-то оля сделала красивую фотографию шишек вставлю в ролик вот посмотрите какие шишки ну и позже либо сегодня либо завтра покажу там вот они у нас собраны в контейнере лежат вот несколько шишек упала к соседям но мы предложили поделиться шишками что если там на вашей стороне то берите угощайтесь вот сами щелкали по моему шишки две мы но остальные сейчас лежат в контейнере также сильные ливни и ветра развалили вот здесь цветы вот эти по моему называются они золотые шары вот так вот теперь это все выглядит некрасиво кстати труба выдержала все ветра и ливни стоит ровно как я ее и поставил не знаю что будем делать с этими цветами может быть уже пора их убрать либо же может быть их свяжем тут уже решение примет оля срезать так срезать подвязать так подвязать так что было сделано еще на прошлых выходных а клубнику клубнику много мы собрали рассады подросшие вот это вот уже стоит готовый заказ скоро поедет человеку который будет их высаживать у себя на участке но вот здесь у нас уже новые хотя вот тоже часть из вот этих саженцев на них есть уже покупатели вроде как обещали что приедут на этих выходных не знаю сколько здесь штук в прошлый раз я считал было 155 кустов но на тех выходных мы сняли по моему еще где-то порядка 50 штук но могу ошибаться может быть даже и больше также на прошлых выходных мы убрали ботву от помидор помидоры в этом году в нашем регионе у многих так сказать не дали хорошего урожая возможно из-за жары хотя у нас вот эти проветриватели форточек они открывались работали исправно но все таки было очень жарко несмотря на хороший полив и на то что форточки открывать все-таки видимо ну может быть такой год не знаю с чем это связано в общем всю ботву я выдернул на прошлых выходных вот здесь все сложила и вот она уже вот так вот подсохла вот компост наш осел сюда мы тоже на прошлых выходных сыпали очень много всякой травы сорняков также пололи наши грядки ну вот так вот она села был был приблизительно вот такой вот кучей но сейчас еще можно сюда сыпать досыпать на клубнику оля сходит завтра или сегодня посмотрит что там с рассадой может быть пора еще что-то снимать какие-то новые стаканы стать в общем сейчас такой у нас идет процесс по клубнике что часть стаканов мы снимаем новые ставим в общем тут все хорошо вот в общем пошел я топить баню надо набрать еще воды если что-то вспомню о чем не рассказал то включусь еще сегодня ну либо уже завтра наступило утро субботы такой вот у нас она пасмурная ночью прошел дождь сейчас на градуснике плюс 25 вообще как бы тепло комфортно но немного парит и на сегодня передавали целый день будет дождь с грозой и лишь вечером вроде как дождя не будет поэтому мы вечером хотим что-нибудь приготовить в тандыре также я сегодня планирую заняться вентиляцией в бане в каких-то роликах я уже это частично рассказывал и на прошлых выходных начал там подготовительные работы вот но так как ролик был утрачен про эти подготовительные работы расскажу вам сегодня но чуть позже сейчас мне нужно съездить в емельяново купить куриные голени картошку кое-что еще из продуктов а также бензин потому что траву можно покосить будет лишь триммером а бензин вчера я снова забыл купить поэтому сейчас нужно будет съездить емельяново приехал я с емельяново купил все необходимые продукты а также бензин для триммера и наверное пока сейчас погода без дождя наверное все таки покажу вытяжкой займусь уже потом хотя бы вот здесь вот надо обкосить эту нашу клумбу перед дома вот здесь куда машину загоняем здесь все равно газонокосилка я никогда не кашу потому что здесь встречаются мелкие камешки поэтому здесь сейчас пройдусь триммером иду с клубники уже привезли тачку со стаканами туда буду сейчас ставить новые стаканчики и снимать уже готовую рассаду у нас тут уже поспели скажем так подсолнухи уже такие наклонившиеся стоят я он уже вот тот попробовал в общем можно в принципе срезать и пощелкать так в охотку я тут сорвала клубнички это сизаже вот одну уже успела там съесть это не одну пару штучек очень сладко сейчас сейчас у нас середина августа и в общем то клубника еще кстати цветет много цветоносов причем как на маточных кустах так и на сейчас вот образующихся усиках даже самый маленький усик сейчас у него там еще листочков нормальных нет но тем не менее он выкидывает цветонос вот есть у него уже такой режим плодоношения осенний сейчас и еще там несколько сортов ремонтантных тоже цветет но пока вот вторая волна у сизаже только началась то есть едим мы сейчас ее на прошлых выходных тоже ели но благополучно у нас валера уже говорил видео пропала в общем какой-то технический сбой произошел и видео у нас не осталось не читается в общем поэтому так бабочки это капустницы летают тут цветет я смотрю роза парковая в принципе вся уже отцвела вот там немножко тоже наверху осталось вот в общем сейчас едим клубнику едим вишню ее немного и она уже кстати вот так желтеет кустики у нее желтеют листочки опадают уже чувствуется осень и по вечерам тоже уже очень прохладно ночами холодно вот тут есть вишня ну кусты такие как я говорила в общем-то страшненькие полу лысые но немножко вишни есть можно будет собрать валера тут показывал как у нас обломила вот эту так стать шишка подлежит пощелканная кем-то обломила вот эту яблоню вот в этом месте я в прошлый раз на том несуществующем теперь уже видео показывала что по сути вот все дерево держалась вот вся вот эта ветка которая обломила вот на вот этом вот кусочки зеленой коры сейчас она уже не зеленая но была зеленая а вот это вот место вот 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 здесь вот все выгнившие получается было вот тут валяются яблочки ранетки которые опадают так чуть я не поняла стекло что ли лежит я пытаюсь тут у меня одна рука занята вторая с камерой я пытаюсь стекло еще поднять да действительно стекло у нас на всем участке стекла встречаются я даже не знаю как это могло произойти вот у нас здесь спеют про неточки вот такие из такой запах какая-то оса сидит ой вот там вот за ранеткой на веточки видимо холодно сегодня на самом деле прохладно но при этом парит вот в общем ранецки спеют на прошлых выходных они еще все были зеленые вот вообще все в этот раз они такие может она там ест ее все на самом деле как будто просто сидит на ветке ой это вообще не оса это что-то странновато и какое-то такое ползет надо вообще сорвать ранеток красненьких а то мы наелись зеленых целое ведро нас собирали с вот этой вот обломавшейся ветки обломавшегося ствола и надо бы поесть красненьких но у меня сейчас рук просто не хватит надо чтобы еще сорвать хотя очень сильно хочется сейчас попробуем так раз это я себе в майку высыпала клубнику вот сейчас еще пороняю так я тут просто много руки шива и стекла и клубника вот я конечно догадалась я забыла что она там сидит вон она убежала на листике он сидит так все я могу тут ранетку отрезать кошмар я испугалась так ранеточек надо домой набрать ай куда отвалились обидно куда упали те которые хотела фокуса так к куда-то еще упала ране . вот так это сейчас клубники положим здесь какая красота очень сладко чуть-чуть с горчинкой мне очень нравится вот я боюсь что это дерево у нас погибнет до того как мои вот эти вот яблоньки вообще подрастут до того возраста в котором они смогут плодоносить вот пойду поделюсь с валерой урожаем время у нас уже четыре часа гром для хочет ходят тучи но ни одной капли так еще не упал я продолжаю косить выкосил вот здесь все выкосил вот эту нашу площадку там возле бани возле туалета до огорода прокосил и сейчас пойду косить за ограду надеюсь все таки дождь нас обойдет стороной потому что вечером то у нас еще по плану тандыр и совсем не хотелось бы это делать в дождь вот гремит и туда вот на город уходит не успел я покосить траву перед домом начался сильный ливень наполовину успел покосить наполовину нет хотя вот идет какой-то просвет гром гремит молния вот и пришел к нам обещанный ливень главное чтоб к вечеру закончился чтоб мы в тандыре смогли приготовить но в крайнем случае придется жарить на мангале по-быстрому закончился у нас ливень теперь светит солнце а я же собрался пойти почистить и помыть картошку в прошлый раз нам очень понравилось готовить в тандыре и в фольге вот на вот этих шампурах и как-то процесс мы особо то и не засняли упомянули что будем готовить как все это выглядит не стали снимать и после этого ролика многие из моих друзей стали спрашивать ну как там вот ты все это делаешь сколько по времени в общем как что поэтому в этот раз запишу более подробно как происходит весь процесс в общем сейчас иду чистить картошку помою и точнее сначала помою потом почищу и включусь покажу как я подготавливаю ее перед готовкой растопил тандыр и пока он топится помыл картошку почистил ее и приготовил для готовки вот так это все выглядит 3 шампура 9 картошин картошку посолил поперчил сейчас завернув фольгу и когда-то андрей будет готов буду опускать готовится все это дело в 35 минут наступило утро воскресенье и по сравнению со вчерашним утром сегодня по прохладней плюс 20 и вот так вот все у нас пасмурно трава мокрая видимо ночью прошел дождь а я планирую сейчас пойти в бане все-таки заняться вытяжкой нужно будет там просверлить отверстие сейчас весь инструмент подготовлю и попробуем сегодня какую-то часть работ сделать приготовил весь основной инструмент вот такой набор у меня коронок с помощью него буду проделывать отверстие вот мне нужно вот это 102 миллиметра вентилятор у меня диаметром 100 самое подходящее это вот это 102 сейчас нужно будет собрать ее и попробовать вообще вот этот хвостовик то подойдет моему шерповерту вроде как должен подойти на крайний случай здесь есть вот такой он поменьше сейчас соберу и включусь и все тем более 20 лет и все неправильно я для вас вот 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 так ну в общем как вы видели из предыдущего фрагмента собрать у меня все получилось моему шуруповерту хвостовик подошел и сейчас пойду в баню буду пробовать вообще мой шуруповерт сможет ли вращать эту коронку и сверлить на прошлых выходных снял верхнюю полку нижнюю оставил и вот здесь сделал разметку где нужно будет сверлить здесь у меня середина отмечена и сейчас буду здесь засверливаться прошел первые сантиметры коронкой получается облицовку что-то наподобие вагонки я просверлил и дальше уже пошел брус сейчас буду сверлить уже сам брус просверлил и отверстие на ту глубину насколько позволяла коронка и вот сейчас начиная вот здесь вот выщипывать потому что она упирается вот здесь и дальше не идет сейчас мне нужно вот это вот все дело убрать и дальше углубляться также сверлю еще вот перьевыми сверлами у меня получается здесь на 28 еще есть на 38 перьевое помаленьку помаленьку это все дело выбираю углубляюсь прошел и коронкой ровно половину и столкнулся с такой проблемой что мы его самого мощного не хватает по глубине вот он упирается прям кнопкой а там еще пилить и пилить сейчас пером просверлил насквозь и начинаю так вот пером выбирать по окружности может что-то и получится спустя некоторое время мне все же удалось проделать отверстие уже вставил в него вентиляционную трубу и теперь осталось только закрепить вентилятор и подключить электрическую проводку проводкой буду заниматься уже следующий раз вентилятор сейчас закреплю поставлю декоративную решетку и вот этот элемент тоже нужно будет вот так вот вернуть ну вот все и готово не удержался я бросил такую временно электрическую проводку на вилке все работает вытягивает сейчас со стороны улицы еще покажу как там все выглядит ну вот вроде немного дождь стих целый день поливает в общем со стороны улицы вытяжка выглядит вот таким вот образом здесь вытяжная труба вот такой элемент не знаю как он называется в общем там есть шторка чтоб туда птицы не залетали вот тут тоже есть обратный клапан на вентиляторе обратный клапан и вот здесь обратный клапан вот думаю стоит ли укоротить ее вровень со стеной и вот здесь вот эта накладка будет либо укоротить так чтоб под крышу завести чтоб на нее вода не капала в общем подумаю как все лучше сделать потому что боюсь что если она будет вплотную то может быть здесь как-то будет зимой сосульки обрастать а может быть ничего не будет в общем надо подумать как лучше сделать но пока временно вот так у нас дело близится к вечеру вот только сейчас закончился дождь ну это похоже что ненадолго небо по-прежнему все затянуто мы собираемся в город понемногу я целый день сегодня провозился с вытяжкой оля подготовила стакан из землей чтобы на следующих выходных новые можно было поставить чтобы они уже были приготовлены вот сейчас стою здесь на крыльце отдыхаю и вот как раз те самые шишки которые мы собрали с кедра собрался пощелкать в общем на этом ролик будем заканчивать спасибо что досмотрели его до конца всем пока